Добрый день, друзья! Приветствует вас город Санкт-Петербург. У нас продолжается. Есть игры UFL на стадионе Газпром Академии. Зенита смена. Ну и матч теперь юношеской футбольной лиги 1. Будем смотреть. UFL 2 был в 12.00. Там команда Зенита одержала победу над Динамовцами со счетом 4.0. Ну и интересно, как сыграют более старшие уже теперь футболисты. И за этой встречей будем следить вместе со мной, Иваном Канаевым. Но стоит ли вот так действовать? Пшеников здорово катит дальше. Хайлоев, передача. И здесь можно скидывать. Будет ли скидка и удар Пшеникова? Заблокирован. Заблокирован удар с защитниками. Здесь очень вовремя подоспел Ливаник Абьяшвили. Продолжается атака. Еще один навес. Удар головой рядом со штангой проходит мяч. Никита Вершинин, по-моему, убил. Давайте смотреть. Первый момент. Отскочил мяч. Здорово пробивал Пшеников. Попал даже, по-моему, не в Кабьяшвили. Но неважно. Смотрим за вторым моментом. И здесь уже удар Вершинина. И вот уже Таневицкий. Передача диагональная. Туда на ход, на отрыв. И здесь тоже удачно для Зенита. Все развивается. И можно бить уже в этом эпизоде. Есть спасение Костелея. Классно было сыграно. Продолжается атака. Но Зенит настоящий штурм. Ворот сейчас Костелея устроил. Но по ударам створ, видите, уже 3-0. Но Никита Лузан второй раз бьет. Предыдущий удар, конечно, был очень-очень опасным. Лузан активенный. Дальше. И снова Лузан. Ну и Никита. Есть взятие ворот. Но заслужил однозначно. И на 12-й минуте открывает счет Никита Лузан. Идут все защитники. Вот и Лузан. И вот уже Дятлов начинает привыкать к стилю игры седьмого номера. И тут же прорыв уже по бровке. Это как раз Подгузов. Подгузов дошел в итоге до гола. Подгузов. Какой же похожий мяч получается. Вот он и, пожалуйста, седьмой номер. Ответ другого. Другой семерки. На 16-й минуте Родион Подгузов сам. Сам все... И поэтому спокойно, спокойно на своей половине смотрят за этими вот кружевами. А тут классно Соловьев. И рядом со штангой мяч прокатывается. Вот это момент. Николай Соловьев. Ну что же, второй шанс у Соловьева. И снова. Ну и быстрая атака. Быстрая атака с передачей потенциальной сразу на двух игроков. Там и Подгузов, и Смелов могли убежать. Не получилось. Ой-ой-ой, какой провал. И Ермолин, Ермолин на мяче. Нет удара. Будет удар. И удар выше цели. Вот это, друзья, конечно, обрез. Свисток. Об окончании первого тайма. Да, ничего не стал арбитр добавлять. Просто свистнул на 45 минутах. Активен был в прессинге соперника. Тот мяча избавился. Теперь только через вратаря. Нет, уже вот так. И тут перехват Хайлоев. И дальше Вершинин катит Пшеникову. Пшеников бьет в угол. Рядом со штангой мяч проходит. В наших экранах Вершинин. Ну, почувствовал, что Грачев так чуть-чуть сместился. И поэтому, как же хорош он сегодня в этих решениях. Еще передачу какую выдал. И дальше надо катить Соловьев. Где удар? Соловьев бьет. Ну, долго. Еще удар. И уже здесь спасает Костелей. Продолжается атака Вершинин. Дальняя штанга. Пшеников догонит мяч. Ну, тут справляются защитники. Не самый удачный получился. Навес. И мяч у Зенита. И вот, пожалуйста, Козлов только что вышедший. Какую передачу выдает на Лузан? На Лузан. Удар. И мяч в ворота влетает. Фантастика. Удар-то не получился у Никиты. Но какое это имеет значение, если мяч в сетке? Удар все-таки, смотрите, да. Под опорную, может быть, получился. Да. Под опорную ногу. Ногой играть было неудобно. А руками не успел Костелей. Вот отсюда будет тоже хорошо видно. Да. Проскочил мяч. Ну, просто. Смелого здесь роняют без нарушения правил. Видимо, в борьбе все это было сыграно. Момент у Вершинина. Лузана, точнее, момент. Ух, как здорово. Мог сейчас хит-трик оформлять Никита Лузан. Здорово, здорово катит на Козлова. Козлов. Обострение классно сыграно. Рядом со штангой мяч проходит. А это уже Филимонов. Он вышел, кстати. Возможно, кого-то. Пошла подача в штрафную. Здесь кто на подборе. Вот подбора как раз не хватает. Козлов в итоге первый. И дальше здорово. Кирш играет. Нужна хорошая передача. Есть взятие ворот. Вот это было реально круто. И забивает, кстати говоря, его партнер, по-моему, по обороне. Да, Сергей Мурадян, автор забитого мяча. Вот так вот пара центральных защитников сработала. И даже я не разобрался. Ни Таневицкий, ни Кирш. Кто-то вот так вот из футболистов решил пойти на пролом. И передача проходит. И можно играть. Каледин и есть четвертый гол. Да, забивается. Мяч, ну здесь все идеально. Передача на Козлова. Каледин мастер, конечно. Здесь все классно сделал. Ну и Козлов на 82-й минуте. Как раз поднимется на третью строчку. Потому что с Краснодаром лички не в пользу. А здесь какое взятие ворот. Это Вершинин продолжает Зенит забивать. И на 86-й минуте Никита Вершинин, ну красивейший гол. Отправляет в сетку ворот соперника. Ну и что? Надерживает победу Зенит. Ну и целая россыпь голов. Дубль Никита Лузана, конечно, прежде всего приходит на ум. Но очень важный гол забил Сергей Мурадян, который уже в принципе, наверное, многое предопределил. Но еще и по... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!